Уважаемые товарищи, партия далеко не первый раз обращается к проблеме привлечения новых союзников и расширения круга своих активных сторонников. Принимали мы специальное решение, я участвовал в разработке некоторых из них, и напомню один из важных выводов. Союзниками партии могут быть только массовые общественные организации или близкие политические партии. Таких, к сожалению, организаций в России по существу нет. Круг попутчиков, конечно, гораздо шире, и попытки объединить их, а главное, мобилизовать широкие народные массы в формате фронта, тоже не раз предпринимались. С разным успехом, причем не только нами, но и нашими политическими противниками. Я имею в виду, например, этот пресловутый Объединенный Народный фронт ОНР. Я считаю, что сегодня этот формат такой, что мы не готовы в полной мере его использовать, несмотря на исключительно благоприятную для реализации программы КПРФ общеполитическую ситуацию. Несмотря на то, что власть фактически узурпировала бесстыдно, узурпирована путинской командой, и в стране царит полный произвол. Почему у нас есть проблемы? Я их две вижу. Первое. Фронт, в отличие от обычной политики, политической жизни, предполагает четкое размежевание, свой-чужой. И если все время путаться в вопросе, а кто наш противник, то формат развалится, и в лучшем случае останутся вместо фронта партизаны. Я вот уже иногда себя партизаном чувствую. Обозначить главным противником огрызки Ельцинской эпохи – это значит не замечать, что 20 лет прошли, и обстановка кардинально изменилась. Если олигархи и коррупционеры, то надо быть более конкретным. Вот недавно Геннадий Андреевич выступал на канале «Вести 24». Очень хорошо выступал, но на вопрос ведущих, кто в вашем понимании олигархи, ответ зрители не получили. А уж вопрос, а кто в России главный коррупционер, поставит наших руководителей в тупик. Я не призываю в трибуны Думы призывать банду Путина под суд, хотя этот лозунг имеет право на существование уже теперь давно. Но занимать независимую позицию необходимо. А из исторического опыта, который в докладе подробно прописан, для нас, мне кажется, наиболее актуален сейчас опыт Белоруссии, когда коммунисты прислонились к власти, гораздо более близкая нам по духу, чем путинская, и в результате потеряли авторитет в народе. Вы знаете, в нашей стране, вот как я, встречаясь с людьми, сделал вывод, люди потеряли иллюзии относительно нынешних правителей. Но многие рассуждают так. Да, власть в России воровская, да, завела страну в тупик, но лишь бы не было войны. Поэтому, когда Геннадий Андреевич несет в Кремль после многочисленных просьб о встрече пакет конкретных предложений, составленных даже специалистами, то это не дает роста поддержки нашей партии. Потому что люди понимают, что в Кремле, как в басне Крылова, Васька слушает, да ест. Хотя этот Васька принял уже огромные размеры слона, наверное. Гораздо эффективнее обращаться к людям с позицией, в связи с узурпацией власти путинской команды, разгулом произвола. Большим нашим достижением, я считаю, это решение голосовать против поправок Конституции, которые действительно безобразны. Главная заслуга здесь принадлежит региональным и местным партийным организациям. Особенно хочу сказать ненецким коммунистам, где вообще это провалилась затея. Фракция наша не смогла занять принципиальные позиции. И уже сейчас, казалось бы, когда стало все ясно, что такое новая Конституция, снова воздерживается. Фронт воздержавшихся никогда не победит. А ведь что такое закон о правительстве, о котором вы сдержались? Ведь нам можно выйти и объяснить людям, что теперь, например, отчет правительства – это профанация. Если кто-то будет критиковать Мишустина, лучшая его реакция – вот показать пальцем на Кремль и сказать «все вопросы туда». И тогда придется просить опять о встрече, чтобы разъяснить свою позицию, да и понять вообще, что там они думают. Все теперь, так сказать, завязано на одного человека. И одна только Вера Анатольевна Гонзя против голосовала. Поэтому здесь необходимо четко определить, кто на нашей стороне фронта, а кто нет. Вторая проблема с фронтом – это проблема такая. Фронт требует радикализации наших действий. Радикализация – это действительно пожелание многих наших коммунистов. Но надо отдать себе отчет, что партия к этому далеко не полностью готова. Причем в ключевых регионах – Москве и Питере – говорить о радикализации наших действий не приходится. Просто у нас нет сил. Поэтому прежде чем идти на фронт, надо решить внутрипартийные проблемы. И это тема отдельного разговора и отдельных пленумов. И последнее – о помощи и о защите наших коммунистов. Вы знаете, вот мы действительно поддерживаем Грудинина, но что же получается? Мы его поддерживали, поддерживали, а в нашей парламентской фракции оказался человек, который на него подал суд на то, что он выдвинулся в депутаты. И вторая вещь, которая меня удивляет. Мы собирали всей партии деньги на погашение этого долга. Вот вроде собирали, а потом никто никому ничего не сказал. Как использованы эти деньги и как дальше будут развиваться события. Поэтому если мы какие-то кампании по поддержке начинаем, то надо быть, так сказать, здесь понятным людям. Так же, как с поддержкой Левченко. Мы вроде поддерживаем Левченко, а в результате в нашей фракции оказывается еще один представитель предпринимательского класса. А люди смотрят и ждут сейчас очень понятных действий, потому что обстановка критическая, и принципиальная позиция нашей партии играет исключительно важную роль. Вот об этом я хотел сказать. Спасибо за внимание.